МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только медленней! Медленный пех! На второй круг! На второй круг! Здоровый образ жизни надо поддерживать, заниматься спортом. Вы любите заниматься спортом? Конечно. Каждый раз, каждый урок в колу. Спорт все-таки способствует роботоспособности. То есть человек, который ежедневно занимается спортом, на тех же уроках, он будет более внимательно слушать. Организм не будет так уставать. Ну, так, если можно сказать. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Пальше назад. Раз, два. Раз, два. Треть. Ура! Марш! Нравятся уроки физкультуры? Да. А что больше всего в них нравится? Бегать, круги. И, ну, заниматься спортом просто. А заниматься спортом это надо? Надо. Для чего? Чтобы расти хорошим. За что ты любишь свою школу? За то, что когда я буду взрослой, я буду умной. Мы учим быть людьми. Это первое. Любить свою страну. Это второе. Любить людей, среди которых ты живешь. А вообще мы выполняем задачу. Учим всех. Учим хорошо. Учим всему. Вот кредо нашей школы. Кто знает, откуда взялось название Михеевка? Ну, Петр. Ну, это древний парк. Что он из-за этого? Человек по имени Михей. Хорошо. А насколько старая наша деревня? Не знаете? Давным-давно, еще в средние века, веке так, в 17-м, на высоком холме стоял деревянный замок. Этот замок был окружен очень красивыми местами. И здесь, вокруг замка, появилось несколько деревень. Одна – городец, другая – прибужье. А между ними – маленькая, но очень уютная деревушка, в которой действительно жил человек по имени Михей, который дал название этой деревне – деревне Михеевка. Здесь моя семья, здесь родились, выросли мои дети. Здесь очень творческая атмосфера. Спокойная жизнь, замечательная природа. Очень хорошие люди, гостеприимные люди. И веселые дети, правда? А дети всегда замечательные. Особенно наши, правда? При переселении были жители со Славородского района, но в основном с Краснопольского района. Вот таким образом образовался этот городок Михеевка. Что за люди здесь живут? Ну, здесь на 1 января 909 человек, 181 школьник, 132 пенсионера, 324 домовладения в настоящее время. Ой, красота какая! Тяжело? Нет, свое легко. Не может быть две таких огромных тыквы. Или горбузы, так их называют. Не знаю, как правильно мы горбузы зовем. Может, тыква, да. Не, ну тыква, наверное, не такая тыква. Вот это вот. Кормовые горбузы, короче. Расскажите, для кого все эти кормовые горбузы? Это свиньям, уткам. Короче, все ездят. Но урожай в этом году горбузов хороший? Хороший, горбузов хороший, картошка хорошая. В этом году нормальная была. Вы как хозяйка довольны? Довольна. Чем больше горбузами, картошкой или морковкой? А может, перцами? Всем и перцами, и помидорами. Все родила в этом году. Спасибо, слава богу. Все есть. Не убирали, конечно. Если трудиться, то можно вырастить и прокормить семью. Скажите, вы откуда сами? Говорят, что в Михеевке живут переселенцы. Из Краснопольского района. Переселенцы. Эти дома построили. Сколько лет прошли, уже дети поросли. Некоторые уже дети школу заканчивали, пошанили сейчас. Поэтому мы уже тут, можно сказать, местные такие остальные. А как вам здесь живется? Здесь нормально. Мы работаем. Жанна в больнице. Я на котельной, в дребене, в коммунхозе, хорошая. Метро, ролики. Самые меньшие. Дышу свиней, можешь себе посмотреть. Посмотрим обязательно. В общем, без работы никак нельзя. Ну да, это все-таки хозяйство, можно сказать, это большой процент, что мы кормимся. А так бы не сильно за зарплату, за газ, за все, за все это, дай зарплату. Ну пускай у меня до 4 миллиона у меня сейчас 400 рублей. Жанна тоже так где-то, получая. Дочка в школу ходит. То есть деньги нужны? Да. Поэтому без хозяйства было бы, конечно, совсем тяжело. Ну что, теперь свинки? Да, зайдем. Вот, чтобы виднее было. Вот, свинька. А то порощады уже отняли. Три поросенка? Два, два. Замечательная урожайная тыква. Для городских жителей рецепт от Михеевского сельского совета. Кубиками очистить, кубиками порезать тыкву. 100 грамм в микроволновку воды. Уложить туда тыкву. Засыпать пшеном. Вот. Добавить туда 2 ложки меда, немножко соли и готовить. Сколько минут-то? Я так думаю, 15 минут. Ну что, вкусно? Объедение. Субтитры подогнал «Симон»! Поехали! На профессии я агроном. Закончу Горецкую связательную академию. Поэтому это как бы моя профессия. Это мое хобби. Моя любимая работа. Посмотрите, а груши какие. Это не груша, это вообще сказка. Она немножко полежит вот сейчас, ну, с месяц. И потом на реализацию. Она как, по консистенции, как огурец. Кажется, ну, хруп, что твердая. А потом я ешь, она сахар живой. И они же собирать какое удовольствие. Я понимаю, там картошку копать. А это, смотрите, раз, раз, и пол ведра. А чем больше их, тем красивее и приятнее на душе. А богаче? Ну, знаете, дает, скажем, заработок, который можно прожить. На Багамы, на Канары мы не поездим, но нами здесь неплохо. Красота вокруг, правда? Ну да, красиво. Когда, знаете, наработаешься, поднимешь голову, посмотришь, ну, приятно. А это сейчас вот все такое пожухлое, посохлое немножко уже все. Приезжайте к нам летом, хотя бы на недельку. Мы у вас покажем все эти красоты. Покормим, попоим, отдохнете. Пчелы, мед, гамаки, речка, все, что хотите. Заметано. Только будете работать. По 8 часов. Больше я вам заставлять не буду. Ну, как человек, я считаю, что здоровье никогда никому не повредит. Вот именно здоровье. А второе я хочу, чтобы люди чаще улыбались. Если мы будем улыбаться, то, значит, мы здоровы, счастливы и довольны своей жизнью. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова